Сафари-парк центра «Амурский тигр» готовится открыть на острове Русском во Владивостоке. Строящийся объект осмотрели полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев и первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Тигров мы возьмем те, которые издято из тикой природы, но их травмы не позволяют вернуть обратно в тикую природу. В Горсковский зоопарк, как руководитель программы сохранения тигров неволи на момент создания туалеров, он определит и систему... То есть специального изъятия тигров из дикой природы не планируется? Нет, не планируется. А сколько будет тигров? Будет порядка пяти тигров, два самца, три самки. Одной из важных задач центра «Амурский тигр» является помещение животных в реабилитационные центры для неспособных жить в дикой природе хищников. Для возведения и поддержания таких центров и создается сафари-парк на русском. Бывает так, что вот как сейчас в эту зиму случилось, было очень много травмированных тигров и нужны были центры для временной передержки. Если мы понимаем, что тигр потом поедет в зоопарк, ему можно контактировать с людьми, то, соответственно, его можно перевозить в сафари-парк. Но самое важное, что граждане, которые посмотрели тигров в неволе, они внесли вклад в тех тигров, которых отпускают. Покормить будем мясом, как всех тигров, витаминами и немножко овощей им тоже не нужны. Соответственно, специально приготовленными, но охота на живых животных не будет. Ну, чтобы это все не нужно, это немножко устарело. Соответственно, граждане будут ходить поверху, смотреть вниз, и, соответственно, основная задача, чтобы в поле зрения был лес и тигры, чтобы ограждение не попадало в объективы эту камеру, и у людей могли быть хорошие впечатления от увиденного. Помимо амурских тигров, здесь планируется содержать пятнистых оленей и зюбрей косуль. Парк смогут посещать до 800 человек в день летом и до 600 зимой. Мы планируем вольеры закончить осенью 2025 года. В качестве необходимой инфраструктуры предусмотрены здания под музей, ветеринарный бокс, стеклянный тоннель для пешеходных маршрутов посетителей и другие объекты. Одной из таких больших сторон достопримечательностей, вообще привлекательности Приморского окраина, конечно, является Тигр. Неизвестно, выведем, так скажем, на эмблему края, на эмблеме есть, а в жизни не увидишь. Поэтому возможность посмотреть тигров здесь близко. Уверен в том, что она будет привлекать и жителей Владивостока, и жителей Дальнего Востока, и жителей других регионов нашей страны. Площадь парка превысит 13 гектаров. Доходы от деятельности можно будет направлять только на охрану природы, в том числе реабилитационные центры. Таким образом, тигры в неволе помогут спасению своих полосатых собратьев в дикой природе. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.